Все 46 семей обрушившихся обслуживания в поселке Титова получат жилье. Сейчас семьи временно размещены в эвакопункте на базе школы Мурагер. Жильцам оказывается вся необходимая помощь в полном объеме. Люди счастливы, что все живы-здоровы. Жильцы живы, хвала создателю. Сам дом был теплым, исправно работали все коммуникации. В нашей не обрушившейся части здания не было каких-либо трещин. Накануне чувствовался запах горбита, но не придало этому значения. Что стало причиной обрушения здания, не знаю. Документы и одежда остались в доме. Пустующие квартиры были без окон и дверей. Жильцы весной планировали их отремонтировать. Потом въехать. Аллах их уберег. Сегодня на специальном брифинге была представлена подробная информация о ЧП. Представители городского Акимат сообщили, что бывшее общежитие тепловиков в 71-го года постройки не относилось к категории аварийных. Здесь временно проживали 142 человека, 72 из них дети. Официально подтверждено, что жертв и пострадавших нет. Продолжаются работы по выяснению причин обрушения. Для жильцов дома созданы максимально комфортные условия для решения вопроса с жильем. Этот вопрос, поэтому сейчас мы будем рассматривать в рамках закона. Ну, конечно, мы этих людей на улице не оставим. И будем все это, да, временно жилю и в дальнейшем будем уже рассматривать. Между тем, в эко-пункте жильцы поделились с нами радостной новостью о том, что по поручению Акима области Хребека Кущербаева они будут обеспечены временным жильем за счет местного бюджета. Наша семья в очереди на жилье. Сегодня к нам приезжал Аким области. Спасибо за помощь. Нам обещают вне очереди выдать квартиры в арендном доме. Создана специальная комиссия по изучению положения каждой семьи для дальнейшего предоставления им жилья в рамках действующего законодательства. Айгуль Аханова, Нурлыбек Нурмаханов, Турихан Гожахметов, Телеканал Кызларда.